Здравствуйте! Как всегда, вот время по вторникам. В эфире телеардиокомпания Щелкова, программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. А в гостях у меня сегодня начальник Щелковского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а также главный государственный санитарный врач городского округа Щелкова Марина Голованева. Здравствуйте, Марина Леонидовна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Марина Леонидовна, вот такое длинное название, да, я сразу объясню нашим зрителям, да, что такое вот эта вот сфера, федеральная служба, надзору. В общем, Роспотребнадзор. Так, коротко, да, можно называть вашу организацию. Да, Федеральная служба Роспотребнадзора. Роспотребнадзора. И сразу тогда возникает вопрос, основные направления деятельности именно Потребнадзора. Основные направления деятельности это контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия и законодательных актов в сфере защиты прав потребителей. Всеми субъектами и объектами. Ну, а как вот сочетается ваша должность, да, с одной стороны, начальник отдела территориального, да, и в то же время главный санитарный врач? Ну, потому что, как бы получается, у нас два основных направления. Значит, санитарно-эпидемиологическое законодательство соблюдения, и это главный государственный санитарный врач, а по защите прав потребителей это уже начальник территориального отдела, а единый начальник территориального отдела. Ну, хорошо, давайте начнем тогда с защиты прав потребителей. Мы сталкиваемся периодически, наверное, с нарушениями, особенно с развитием торговли. Вот чаще всего граждане обращаются с какими вопросами? Если мы посмотрим так, бесспорно, из двух тысяч поступающих обращений за 2018 год, то, конечно, 60% составляют обращения по защите прав потребителей. И даже это не по приобретению продуктов питания, а на приобретение продуктов непродовольственной сферы, товаров непродовольственной сферы. Много очень по приобретению товаров, значит, электронной промышленности, конечно. А также по оказанию услуг ненадлежащего качества, в том числе услуг ЖКХ. Но по услугам ЖКХ надо сказать так, что этим вопросом занимается не только наша служба по ЖКХ, но и жилищная инспекция. Поэтому здесь вот нужно четко разграничивать, кто чем занимается. Тарифы, по которым тоже к нам приходят многие обращения, этим занимается жилищная инспекция. Мы тарифами не занимаемся. Мы больше всего по услугам ЖКХ занимаемся качеством воды, соблюдением именно этих требований гигиенических. По воде, значит, по шуму, потому что очень много жалоб появилось по шуму, особенно по размещению объектов различной направленности в жилых зданиях на первых этажах. К сожалению, не всегда соблюдаются эти требования. Здесь не только шум, создающийся от инженерного оборудования, а еще много обращений на шум, который создается от транспорта, погрузки-разгрузки. Вот эти обращения, это наши обращения, мы ими занимаемся. И они занимают достаточно приличное количество. Также у нас есть обращения на бытовое обслуживание, на услуги общественного питания. То есть спектр очень широкий. Но по защите прав потребителей это все-таки наибольшее количество. Я сразу хочу разъяснить. Потому что многие обращения заключаются в том, и люди видят, так скажем, ситуацию так, что мы должны обеспечить возврат денег. Но согласно гражданского кодекса, надзорные органы не могут обеспечить возврат денег населению. Это только решается с судом. Поэтому все эти обращения мы разъясняем на требования и говорим о том, что для того, чтобы решить какие-то финансовые вопросы, что вам оказали услугу, и вам заказали мебель, и вам мебель не поставляют, и вы не можете получить деньги, за которые вы заплатили, это все вопросы решаются только судом. Надо обращаться в суд. Реальную помощь мы оказываем. Значит, к такой работе, помимо территориального отдела Роспотребнадзора, мы привлекаем и Центр гигиены и эпидемиологии, и есть возможность подготовки исковых заявлений определенное количество. Это, конечно, не такое большое количество, какое бы, может быть, нам хотелось, но в рамках государственного заказа, который определяется ежегодно, мы Центру гигиены и эпидемиологии такие задания даем. Вот сейчас у нас подготовлено Центром гигиены и эпидемиологии где-то около 20 таких исков. Вы как-то рекламируете свою деятельность, я имею в виду, среди широких слоев? Среди широких слоев населения. Не все, наверное, знают о существовании. Мы свою деятельность широко очень рекламируем. Мы обращаемся во все администрации, с информацией направляем на сайты. У нас проводится очень много горячих линий в течение года. Это действительно очень большое количество. Сейчас у нас идет горячая линия по хлебу и хлебобулочным изделиям. Пожалуйста, можно звонить. Причем эти горячие линии, они идут с федеральной службы, определяются. И вы консультацию можете получить как и в федеральной службе, так и в управлению Роспотребнадзора по Московской области, позвонив нам, если какие-то вопросы, допустим, касаются сейчас хлеба, хлебобулочных изделий. А так, всегда информация есть на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области. Это сайт очень доступный. Там очень-очень много информации размещается. Значит, у нас в этом году были вот так вот, да, к дню защиты прав потребителей 15 марта. У нас были горячие линии по заболеваниям ВИЧ-инфекции, по СПИДу, было, значит, по летней оздоровительной кампании. Это вот я как бы, ну то, что вот я сейчас... Сейчас к осени у нас пойдет по подготовке школьников к новому учебному году, по детским товарам, по требованиям, по образовательным учреждениям, по требованиям. То есть это постоянно и в течение года большая работа, которая заключается в том, что мы информируем СМИ, во все газеты направляем, в администрации предлагаем разместить на телевидении. У вас тоже бывают бегущие строки тем проблемам, которые сейчас насущны. Без этого никуда. Работа со средствами массовой информации, она занимает очень большое место. Это одно из основных направлений, разъяснение населению, их возможностей достижения каких-либо положительных результатов, вот именно по нашему направлению. Потому что основной сейчас, значит, миссией Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является минимизировать риски для здоровья населения и защитить потребителя от некачественного продукта и услуги. Здесь продукт это в широком понимании. Это вообще любой продукт. Будь это товар какой-то непосредственно, будь это услуга. Вот это основная сейчас миссия Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека. Ну вот вы сказали, Марина Леонидовна, что проходит горячая линия по хлебу и вообще хлебоболочным изделиям. Ну а вот все-таки хлеб, наверное, не такой уж портящийся продукт. Вот какие претензии могут быть покупателям? Ну вот к нам, да, пока ни одно обращение не поступило. Но вообще по хлебу тоже бывают обращения. Почему? По хлебу бывают обращения, когда быстро хлеб плесни веет. Вот это основное. И мы сталкиваемся с тем, что недобросовестные предприниматели, реализуя продукцию, просто она меняет срок годности. Ну я подумал, что вообще, наверное, если хлеб быстро плесни веет, значит это хорошо. Значит он настоящий. Потому что когда батон лежит неделю, подозреваешь, что туда что-то добавили. Много, тут очень много направлений по реальности, если оценивать ситуацию. Ведь когда человек покупает хлеб, и у хлеба стоит дата выработки сегодня или вчера, и хлеб покрыт плесенью, то это уже в любом случае говорит о том, что данная продукция выпущена не сегодня и не вчера. Сегодня мы провели, наша съемочная группа, такой некий блиц-опрос среди жителей города Щелково. На предмет задали вопрос такой, приходилось ли вам сталкиваться с нарушением прав потребителя при покупке того или иного товара, или приобретении услуги. И соответственно обращались ли они за помощью к вам в Роспотребнадзор. И вот давайте послушаем, какие мнения были. Давайте посмотрим с роликом. Обращались ли вы в Роспотребнадзор? Да, у меня была проблема, когда купил в магазине несвежие продукты, и пришлось обратиться в эту организацию. Ну, слава богу, не обходилось. То есть, просто если начинаешь разговаривать, если там какие-то начинаются проблемы, то есть, говоришь, что обращусь куда следует, и там сразу вопрос решается. Когда-нибудь покупали по рассроченной добавке? Ну, минимально не обращал, вроде нет. Нет, вы знаете, такого со мной не случалось. Я стараюсь внимательно проверять срок годности и качество продуктов. Я смотрю, конечно, очень внимательно на то, что я покупаю. Буквально недавно была такая ситуация. Я пришла, говорю, вот молоко кислое, так обидно. Я пришла и открыла, оно было кислое. Она говорит, ну, кстати, я почему-то немножечко, не знаю, не отнесла. Она говорит, девушка, да вы что, да вот приносите, без проблем вообще, говорит, мы принимаем. Покупала просроченные продукты, но никуда не обращалась, оставляла это все у себя и выкидывала в помойку. Я не хожу по магазинам. У меня все жена покупает. Это самое, потому что я не могу этим ничего вам сказать. Я иду в магазин, я стою возле магазина. Мне нервы не хватает. Ну, вот такой разброс мнений, что вы могли бы посоветовать людям, кто столкнулся вот с такими проблемами? Я могу посоветовать только одно, внимательно изучать этикетки, что приобретают граждане. И любой товар, который им показался, что он недоброкачественен или чем-то не соответствует, то, конечно, такой товар не брать. За прошлый год у нас было снято с реализации 491 килограмм различной продукции. Значит, бесспорно, основную массу это составляют овощи, но и мясных продукций много было. В этом году уже вот сейчас за 5 месяцев мы сняли 478 килограмм продукции. Ну, а вот торговые точки-то какие? Это рынок, это частные торговцы или сетевые магазины? Это сетевые магазины, бесспорно, потому что мы их проверяем достаточно часто. Значит, это торговля на рынках и в палатках, это магазины небольшие, как специализированные, так и смешанные торговли. То есть это абсолютно везде. И это также и объекты общественного питания, когда мы приходим, и там используется сырье или уже готовая продукция, которая не соответствует. Потому что продукция снимается у нас, это, конечно, обязательно, если она, значит, не промаркированная. Значит, неизвестно, когда изготовлена, никаких дат не стоит, неизвестно, когда вскрыта упаковка и сколько можно использовать срок годности. Видимые признаки порчи, хотя еще срок годности вроде бы как нормальный. Значит, когда нарушены условия хранения продукции, температурный режим не выдерживается, это часто бывает в холодильниках. Значит, когда продукция потеряла товарный вид, это вот касается во многом овощей и фруктов. То есть самые разные причины для снятия с реализации продукции. Вот вы упомянули, да, этикетки, что нужно внимательно изучать, то, что написано. А что вообще, вот какая информация должна быть размещена на этикетках? Обязательно производитель, фактически юридический адрес этого производителя. И, конечно, надо смотреть, чтобы все-таки производитель был тот, который ближе к нам расположен, чисто по территориальному признаку, не обязательно, в московской области желательно посмотреть. Тогда уже больше уверенности, что этот производитель существует, потому что, к сожалению, фантомы производителей имеются. И это очень часто как раз идет по продукции молочной, по производству масла сливочного. Обязательно смотреть дата выпуска, условия хранения, срок реализации этой продукции. То есть там очень много чего можно посмотреть на этикетке. Вот, скажем так, с прошлого года в добровольном порядке введено так называемый светофор. То есть, когда на продукции должны разными цветами отображаться, но не на всей, это на определенных группах, должно отображаться наличие в данной продукции содержания сахара, соли, жира и жирных кислот. И калорийность, да, еще, наверное? Нет, не калорийность. Нет, как раз именно жиры. Значит, в зависимости от цвета, зеленый, желтый и красный определяется, есть ли это зеленый цвет. Значит, это для каждого четко. То есть, может быть, сахар зеленый, а жиров красный, да? То есть, вот, четко определено, есть ли зеленый, это продукция соответствует по содержанию соли, сахара, жиров. Если это желтый цвет, то продукция находится между, так сказать, минимальным количеством и количеством, которое уже опасно. И если красный цвет, то это продукция, в которой содержание этих веществ опасно для здоровья. Ну, в том плане, что может привести к развитию таких общих заболеваний, как ожирение, сахарный диабет и масса всяких других заболеваний. Заболевания щитовидной железы, то есть, вот, это характеризует. К сожалению, вот эта маркировка цветовая, да, светофор, она еще не во многих встречается продукция, но она в дальнейшем, я думаю, будет дальше развиваться. Потому что это зрительно сразу можно определить, стоит ли покупать такой продукт или нет. Ну, а кто занимается маркировкой и как, где, собственно, этот светофор можно увидеть? Это сейчас добровольная маркировка. То есть, производители могут это использовать. Вот, если посмотреть, значит, для начала, как бы это, это производители молочной продукции, в том числе мороженого, то есть, как бы, вот такое направление для того, чтобы люди четко представляли, ну, то, что про трансжиры говорят, вот это, что есть они или нет жиры и трансжиры, то есть то, что может способствовать развитию различных заболеваний, в том числе и атеросклероза, гипертонической болезни и всего остального. Ну, а вот пресловутые растительные жиры, которые добавляют, да, многие производители, в молочные продукты, все-таки они вредны или не вредны? Ну, скажем так, давайте так, это все-таки определение качества продукции. Ведь мы, покупая молочную продукцию, мы хотим знать, четко представлять, что мы покупаем молоко, где есть, извините меня, белок, и это белок молочный, где жир молочный, а не растительный. А уже продукция, которая содержит растительный жир, это уже не молоко, допустим, да, или масло сливочное, это уже не масло сливочное. Поэтому здесь очень четко надо отслеживать и смотреть. Да, мы и в этом году нашли продукцию, именно это сыры, которые содержат растительные жиры. Мы сейчас стали писать некоторые, честные, наверное, производители, да, не сыр, а сырный продукт. Да, есть сыр, сырный продукт. Сейчас очень много, я так думаю, что с введением технических регламентов, по которым сейчас работают, они на молоко, и на масло жировое, и на мясо, и на очень большое количество, и на рыбу, но очень большое количество продуктов, да, сделаны технические регламенты, они позволяют четко определить, где это продукт, так скажем, настоящий, именно соответствующий этой группе, или это продукт, который уже используется с применением растительных жиров, или это, и он по техническому регламенту не является молоком, а молокосодержащим продуктом, там, да, или еще каким-либо продуктом. Поэтому здесь очень четко, я думаю, что в дальнейшем это будет соблюдаться. Можно коснуться какой темы. Значит, все мы слышали, и президент говорит все о том, что у нас сейчас в стране много национальных проектов. И один из проектов – это проект «Демография». А вот в проекте «Демография» предусмотрено несколько направлений, касаемо нашей службы. Я не беру, так скажем, направления, которые занимаются Минздрав или еще какие-либо другие службы, а именно наша служба, вот, наша служба заниматься сейчас, вот, так все активнее и активнее, именно определением, значит, структуры питания населения, как одного из обеспечивающих продолжительность жизни, да, значит, при котором будет определяться качество пищевой продукции. Это совокупность характеристик пищевой продукции, соответствующих заявленным требованиям и включающих ее безопасность. Если раньше у нас, как бы, основное направление нашей службы было именно безопасность, то сейчас это расширяется. Это значит безопасность, потребительские свойства продукции, энергетическая и пищевая ценность, способность удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях, использование в целях обеспечения сохранения здоровья населения. Вот, а здесь уже по этому направлению будут смотреться, значит, это наличие белка в пище, наличие в пище жиров, значит, полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы, да, пищевых волокон, всех видов витаминов, значит, макро- и микронутриентов, которые есть, да, все здесь, и сколько магния, и калия, и кальция, и всего-всего железа, то, что необходимо организму для нормального функционирования. То есть вы будете проверять химический состав в каждом продукте? Да, мы, значит, на уровне Российской Федерации сейчас вот такая программа запускается. Московская область попала в пилотный вариант, и вот сегодня как раз мы первых четыре территориальных отдела по Московской области занимались отбором проб для проведения таких исследований. Здесь очень интересная выборка проводится. Это магазины, как крупные смешанные какой-то торговли, да, или специализированные магазины. Магазины, занимающиеся, значит, торговлей, значит, на рынках, в палатках. То есть здесь весь спектр представлен пищевых продуктов, объектов, реализующих пищевые продукты. Ну, а продукты сами попали тоже в эту выборку? Или только вы по объектам шли? Нет, 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 нет. И четко определяется количество, это, 56 видов продуктов, которые будут исследоваться. 56 видов. 11 направлений, так скажем. Здесь хлеб, хлебобулочные изделия, ну, как пример, оливковое масло, овощи, фрукты, соки, крупы. Ну, то есть мясные продукции, значит, как мясо, так и гастрономия. Например, вот мы отбирали, да, с ФБУЗом, ФБУЗ, так скажем, отбирал, мы отбирали, нам достались БАДы, биологически активные добавки, которые используются. У нас были фрукты, у нас были соки, значит, вот нам, так скажем, на первый момент вот такие достались. Но БАДы, это все-таки, действительно от них какая-то есть польза, или это все-таки миф? Бесспорно, бесспорно. Конечно, от БАДов есть польза, потому что все-таки БАДы, это биологически активные добавки, которые должны содержать определенные вещества. В основном это микронутриенты различные. Если БАДы произведены нормально, БАДы же все имеют регистрацию, если они произведены нормальным предприятием, существующим, все. Если они реализуются в нормальной сети, а не так, БАДы запрещены к реализации по интернету. Их нельзя так реализовывать. Но, к сожалению, такие тенденции есть и имеются. Ну и там, понятно, можно столкнуться и с кошельками. Конечно, там вообще можно столкнуться с чем угодно. Марина Леонидовна, вот чтобы закончить тему тогда торговли продуктами, да, еще вот у меня два таких вопроса, наверное, бытовых. Мы коснулись темы этикеток, что на них должно быть указано, что должно быть написано, да, состав и прочие продукты. Ну, а есть ли какие-то требования к размеру шрифта? А то, вы знаете, бывает так напишут, что без очень сильной лупы невозможно прочитать. А, к сожалению, порой как бы много надо всего написать, да, и пишут все мельче и мельче. Я так думаю, что вот все-таки этот вопрос будет как-то решен. И будет четко, и размер определен, и что обязательно должно быть указано. Потому что если мы посмотрим же у нас дальше, должно быть указано, да, наличие ГМО и всего-всего остального. То есть масса всякой информации, которая должна быть нанесена в зависимости от типа продукции. Ну, и, наконец, вот те продукты, у которых, так скажем, нету этикеток вообще. Ну, я имею в виду рыночный товар, да, очень много у нас продают. Ну, я вот сам, честно говоря, беру творог всегда на рынке. Просто, ну, я уже знаю, у кого, как говорится, проверенный продукт, проверенный поставщик. Но, тем не менее, для тех, кто сталкивается с этим впервые или не знает, как быть. Вот творог, молочные продукты, сыры, все на развес, этикеток никаких нет. Ну, понимаете, бесспорно должно быть, когда это произведено. Когда этот творог предприниматель частный сделал. По-другому не бывает. То есть все равно должен быть какой-то документ. Конечно, обязательно документы. Он же, есть ветеринарные врачи, которые работают на рынке, которые это все проверяют, смотрят. Какая продукция реализуется на рынках. Потому что на рынках контроль вот этот такой осуществляет ветеринарная служба. Если мы возьмем наш щелковский рынок, они осуществляют это. Спасибо, Марина Леонидовна. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня начальник щелковского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области и главный государственный санитарный врач нашего городского округа Марина Голованева. Телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте вопросы. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, Марина Леонидовна. Здравствуйте. Очень подробно в первой половине нашей программы мы поговорили о покупке продуктов, о том, какие правила должны соблюдаться при этом, при продаже, естественно, и что должны помнить покупатели, приобретающие те или иные продукты питания. Теперь давайте поговорим еще об одном направлении вашей деятельности. Это, наверное, сезонное или постоянное. Это проверка питания в детских учреждениях, в школах, детских садах, ну и вот сейчас в летних лагерях. Как обстоят дела сейчас с этим? Нет, бесспорно, это постоянное направление. И здесь проверка проводится как организаторов питания, так и поставщиков питания. В летнюю оздоровительную кампанию особое внимание уделяется, потому что, как правило, добавляются поставщики новые, и иногда организаторы питания меняются. Если мы посмотрим вот так вот даже, как у нас структура складывается, вот по летним оздоровительным учреждениям. У нас сейчас 20 летних оздоровительных учреждений с дневным пребыванием и 3 загородных летних оздоровительных учреждения. То всего организаторов питания у нас 3, и 2 сами питаются в лагере. Но при этом у нас получается так, что поставщиков-то продукции 18-20, и наших поставщиков всего 5, а остальные поставщики – город Москва, другие территории Московской области. А задача поставлена по Московской области такая, что проверить перед сезоном летних оздоровительных лагерей и в период всех поставщиков и всех организаторов питания. По-другому вопрос и как бы не стоит. Можно сказать следующее, что вот проверяя поставщиков и организаторов питания, нарушения бесспорно есть, но таких каких-то очень серьезных нарушений вот в этом году меньше, чем было в 2018 году. Я помню, как раз год назад мы говорили о том, что много жалоб было от родителей именно на питание в школах. Значит, питание в школах – это, конечно, проблема очень серьезная, потому что сами суммы, которые определены, они не такие значительные. И по информации, которые мы получаем уже в адрес наших производителей с других территорий Российской Федерации, с Роспотребнадзора, на некачественную продукцию наших производителей. Но это как раз в основном все идет по образовательным учреждениям, по всем социальным учреждениям. Вот такая тенденция имеется, и она направлена, в принципе, как бы основная задача – проверить все образовательные учреждения, все социальные учреждения, как у них организовано питание, кто их кормит. Ну, по крайней мере, хорошо, что наметилась тенденция к улучшению. Да, вот в этом году могу четко сказать, что есть такая тенденция. Это, в общем-то, очень радует. Перед каждой сменой все организаторы питания проводятся, перед каждой лагерной компанией, конечно, проводятся исследования на бактериологическое и вирусологическое обследование работников пищеблоков. Вот по Щелковскому району почти 100 человек проверено, которые обеспечивают, являются организаторами питания. А вообще по нашему территориальному отделу 287. Ну, все, нет. Ну, вот у одного человека выявлена вирусная инфекция. Он мог являться источником заражения детей. Вот. Это цифры, они не всегда, они как раз не должны быть большие, потому что, значит, как бы человек, который считает, что он болен, он не должен допускаться вообще к работе, да, на пищеблоке. А это люди считают, что они здоровы. Это именно носительство вируса, который человек сам не болеет, у него проявлений нет, но источником заражения других он может быть. Еще одна больная тема, так скажем, да, сезонная. Это распространение клещей в Подмосковье. Как у нас с этим обстоятельствовать сейчас? Ну, значит, вот клещи, конечно, если мы говорили пололетнюю здоровительную кампанию, мы можем сразу говорить, что обязательно во всех летних здоровительных учреждениях, загородных обязательно обработка противоклещевая и в тех городских и сельских территориях, которые, конечно, расположены около лесной местности. Проверки аккорицидной обработки проведены. Около 40 гектар у нас обработано вот по летним оздоровительным утверждениям в Щелковском районе. Если мы посмотрим, какая ситуация сейчас по Московской области, да и вообще по Щелковскому району. Так немножко цифр, чтобы люди представляли, потому что, к сожалению, клещей много, укусов очень много, информация эта поступает ежедневно, а мы заболеваемость ежедневно все получаем. И, в общем-то, укусы клещей обращают на себя внимание. Тем более, что у нас укусы клещей, помимо, так скажем, в лесопарковых зонах, в парках, на кладбищах, уже имеются, я не беру только Щелковский район, я все-таки, как бы территория у меня и Королев, и Фрязин, Ластин и Петровский, у нас и имеются укусы в детских учреждениях на территории. Вот, допустим, Помонина у нас вчера пришла на детской площадке, укус клещей. Здесь, конечно, надо работать. Получается так, что если в 2018 году на этот период у нас было 249 укусов клещей, я беру сейчас только Щелковский район. Вы представляете, что прошлый год это у нас как бы такая, да, Щелковский район и все, то в этом году у нас уже сейчас на это время 435 обращений по укусам клещей. Хотя сезон еще не закончился. Нет, сезон в самом разгаре, все, да. И из них, значит, 136 детей, а в прошлом году было всего 66 детей. Чем опасно? Тем, что клещи являются переносчиком ряда инфекционных заболеваний. Но первое, конечно, заболевание – это энцефалит клещевой. И Московская область, за исключением Дмитровского и Талдомского района, не является эндемичным по этому заболеванию. Но у нас есть соседние территории, которые эндемичны. Это, пожалуйста, и Ивановская, и Тверская, и Ярославская области. Там, значит, клещи заражены клещевым энцефалитом. А привезти клеща с этой территории на шинах машин, на чему угодно. Очень легко. Да, население у нас активно движется. Тем более для нас это территории близкие. Значит, это вот клещевой энцефалит. Дальше у нас идет, это боррелиоз, болезнь Лайма, которые у нас уже два случая в этом году зарегистрированы. Анаплазмоз и эрлихиоз. И именно от клещей, да? Да, да, два уже у нас зарегистрированы, болезни Лайма. Значит, как раз от клещей. Потому что основной болезнь Лайма, боррелиоз, это идет от клещей. К сожалению, клещи заражены где-то, и этим являются носителями этого боррелей, где-то 17-18 процентов. В зависимости от года там определяется, проводятся исследования. Вообще определяются клещи, исследуются, что они сколько. Что касается анаплазмоза и эрлихиоза, то здесь где-то от полутора до трех процентов клещей заражены. Но есть такие особи, которые заражены всеми тремя или двумя инфекциями. И сами представляете, если человек получил укус такой, то фактически развитие заболевания очень важно. И две болезни можно сразу, да, похватить? Да, можно и сразу две получить. Практический совет какой? У нас, мы всем администрациям четко писали, обращали внимание о необходимости проведения противоклещевых обработок. И по Щелкову, скажем так, парк наш обработан. 6,5 гектара обработано. У нас по территориям отдельным обработаны. У нас обработаны территории вокруг озер. То есть вот это мероприятие проводится. Забота о населении имеет место быть. Здесь никуда не денешься. По-другому никак нельзя. Ну а люди, которые едут и на дачи свои, и в лес идут, хотя сейчас у нас уровень пожарной безопасности очень высокий. Соответственно, должны одеваться в светлые одежды. Такие одежды, которые бы не позволяли клещам быстро к телу присосаться. То есть чтобы были обувь соответствующая, штаны заправленные, обязательно резинки на рукавах, одежда такая, светлых тонов, чтобы клещам можно было головной убор. То есть все. И, конечно, после посещения таких мест обязательно осматривать. Но в жару, представляете, чтобы заправленные брюки были в сапоге и резинки на рукавах, а на улице 32. Вряд ли кто-то, наверное, будет так поступать. Ну вот здесь, конечно, если вы где-то, обязательно осматривайтесь. И вдруг какие-то. Если вы обнаружили клеща на себе, то надо как можно быстрее его снять. Но лучше это сделать все-таки в лечебном учреждении. Или в травмпункте, или в поликлинике. А если уж совсем шпился, что делать? Есть, и желательно, чтобы этого клеща исследовали. Значит, клещи исследуют. Лечебное учреждение по ОМС направляет их на исследование. Часть направляется в Центр гигиенно-эпидемиологии по Московской области в зависимости от договора, с кем какой заключен. И эти клещи исследуются. И если после исследования обнаружено, что клещ является носителем бролиоза или анаплазмоза, конечно, здесь мероприятие сразу проводить надо. То есть лечение сразу назначают, да? Да, конечно. Сразу к инфекционисту надо идти. Потому что не ждать, когда появятся характерные признаки бролиоза, а это кольцевая эритема, там температура, то есть покраснение в виде кольцевое такое. Этого ждать не надо. С профилактической точки тоже проводятся. Врачи-инфекционисты назначают лечение антибиотиками. Давайте не будем о страшном говорить. Не будем, да. Предупрежден, значит, вооружен. Спасибо. Вы упомянули, что территория вокруг водоемов, обработанные озер. Как у нас с купанием обстоят дела? Сезон уже открыт. Сезон уже пришел. Да, значит, вода исследуется. Мы в рамках государственного заказа исследуем ряд водоемов. Это у нас идет озеро, теперь белое, бывшее, черное. Белое? Почему? Да, ну а теперь белое называется, наше черное озеро. Да. Это у нас пляж, точка, Медвежье озеро, Орловские карьеры. Значит, здесь мы обязательно проводим исследование воды. По Фрязину у нас озеро большое исследуется. Сейчас ситуация такая, что, в принципе, посмотрев, какие результаты мы получили, а это началось у нас с самых 20-х чисел мая исследования, раз в две недели мы проводим эти исследования, то, в принципе, вода достаточно чистая. Практически по всем водоемам уже есть два исследования воды, которые соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Но санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в качестве зоны рекреации с целью купания получила пока у нас только администрация города Фрязина. Это озеро большое. Я говорю так, что мы недалеко находимся, и там уже купание разрешено. По остальным территориям санитарно-эпидемиологические заключения не выдавались на использование водного объекта в целях купания. Поэтому там должны стоять знаки «Купание запрещено». Вот предлагаю посмотреть еще один небольшой видеосюжет о том, как по партийной линии молодые гвардейцы проверяли территорию Щелковского пляжа, когда там никого не было, как раз было чуть прохладно. Но тем не менее, вроде там все есть, но знак такой стоит. Давайте посмотрим это буквально минутой. На пляже в Щелковском городском парке культуры и отдыха сегодня не души. Но это только на времени большого похолодания. Как только столбик термометра вновь поползет вверх, здесь будет очень людно. Представители местного отделения молодой гвардии «Единой России» провели проверку пляжа на соответствие требованиям, прописанных в Водном кодексе Российской Федерации. Важно убедиться, что общественные места для купания готовы принимать отдыхающих и соответствуют требованиям технического оснащения, санитарным нормам, а также нормам безопасности и охраны окружающей среды. Напомним, что по правилам пляжа должны быть оборудованы подъездными путями для автомобилей и автобусов, иметь удобные пешеходы и спуски. У входа должно располагаться информационное табло, в котором написано название пляжа, правила поведения на нем, карта и реквизиты дирекции. Немаловажным моментом является и то, что на пляжах в шаговой доступности обязательно должны быть туалеты. На пляже в парке они есть, но немного дальше, чем необходимо. Надеемся, этот нюанс скоро будет исправлен. Ну вот, Марина Леонидовна, все-таки вы разрешаете купаться или нет? Пока купаться не разрешено. Официально, конечно, нет. Ну вот вы упомянули, да, самые популярные водоемы в нашем городском округе, но еще есть у нас два карьеры, да, рядом расположены Америки и Кожинские, в общем, в черте города. Очень популярны, насколько я знаю, потому что сам тоже бываю там периодически. Вот там вода берется на провод. Значит, в рамках надзора мы там не проводим исследования. Насколько я знаю, значит, информацию в Центре гигиенно-эпидемиологии запрашивала, где они проводят исследования уже по договорам, но у них тоже таких нет. Вот они в Суворовских прудах проводят, карьер Митянинский, все-таки это рядом с нами, да, там вода хорошая, но тоже не получала Лосимовна Петровская администрация на Суворовские пруды ничего. Вот, поэтому ничего сказать пока про озеро Черное. Вот были два исследования, сейчас вот уже еще раз отобрали. Пока исследования Орловский карьер. У нас как раз было неудовлетворительное исследование по Щелковскому нашему пляжу. Понятно. Ну, давайте продолжим летнюю тему, да, пора отпусков тоже уже наступила, и что нужно знать людям, которые, вот, ну, скажем, какие-то правила, да, либо кто отправляется в экзотические страны, либо кто, наоборот, просто желает отдохнуть на природе у нас в Подмосковье. Ну, в общем-то, скажем так, те, кто отправляется в экзотические страны, они, конечно, должны четко проработать все вопросы касаемо того, нет ли там каких-либо инфекций, которые человек может получить. Это все можно узнать и на сайтах, и, конечно, у туроператоров. Потому что ряд территорий, особенно африканские, южноамериканские, субтропические, тропические, да, они экваториальные, характеризуются тем, что там есть такие инфекции, которые или обязательно надо проводить прививкой, или которые будут, возможно, заразиться. Если мы возьмем и переносчиками как раз этих инфекций, являются комары, москиты, клещи всевозможные, очень много паразитозов, которыми можно заразиться, гуляя по пляжу без обуви, которые в кожу проникают, а потом там развиваются. Поэтому, если вы едете в территорию, где есть желтая лихорадка, то здесь 100% надо проводить прививку. Без прививки там, где желтая лихорадка, ехать нельзя. Если вы едете в территорию, где, возможно, малярия, то, соответственно, вы должны тоже представлять и провести профилактические мероприятия. Обязательно принять те лекарства, которые необходимы. Здесь посоветоваться с врачом надо, потому что это очень опасная инфекция, и заболеть ею очень даже реально. Значит, если вы едете в другие страны, где распространена лихорадка ЗИКа, которые комарами, лихорадка ДНГ, которая тоже комарами, то вы должны и одеваться, соответственно, и в номере вы должны четко представлять, что у вас должны быть на окнах москитные сетки, что у вас не должно быть в вашем помещении, где вы находитесь, комаров, потому что эти комары являются источниками. К примеру, можно сказать, что в этом году у нас резко возросло, ну как не то, что возросло, а появилась вот эта лихорадка ДНГ, уже зарегистрирована на нашей территории, два случая. Это оба случая завозные. А откуда? Таиланд. Да. Кроме того, ведь можно говорить о том, что, да, у нас как бы нет завозных случаев, но во многих территориях холеры очень много, той же Доминикане, вот, и та же Индия. Это территории, которые постоянно являются, так скажем, где много заболеваний холеры, про которую как бы особо не говорят, но это есть, это здесь нужно защищать себя. Поэтому, конечно, нужно соблюдать те требования и защищать себя, питаться в тех местах, которые четко определены. Есть продукты питания, которые прошли термическую обработку, есть те фрукты, которые, собственно говоря, вы знаете, потому что получить какое-либо инфекционное заболевание, ну, скажем, возможно, и оно четко прослеживается. Вот девушка, которая заболела в Денге, первая, да, ее очень сильно искусали комары. А там уж не знаешь, да, комар, заразумный или нет? Да, абсолютно, не определишь. Кроме того, помимо вот этих заболеваний тропических, все, ведь у нас есть такое заболевание, как корь. Корь, ну, это вроде детская считается. Ну, она считается детской, и во всем мире боролись за то, чтобы, так скажем, корь искоренить, провести элиминацию кори. Но, к сожалению, в последние годы количество кори растет. И в европейских странах тоже кори очень много. И сейчас корь вышла вот по Московской области, по Москве, по крупным городам на одно из первых мест. За прошлый год в Московской области было зарегистрировано более 400 или прямо 400 случаев кори. Причем, скажем так, среди взрослого населения это процентов 65. Остальное только дети. Дети болеют те, которые не привиты. А прививка начинается у нас с 12 месяцев. То есть вообще груднички болеют дети. И взрослые, которые не привиты. К сожалению, процент непривитых людей по кори очень высокий. И Украина, которая рядом, где количество случаев уже десятками тысяч, ну, во всяком случае, тысячи, тысячи реально определяются. Вот. И другие страны европейские. И завозные случаи. Ведь у нас все случаи, которые у нас сейчас подчелкивают, два случая. Но, если так возьмем, всю нашу территорию по прошлому году. Поэтому у нас все случаи завозные. Мы, как правило, люди привозят те, которые работают в Москве, где очень много мигрантов с разных территорий, людей непривитых. И вот они привозят и здесь. А мероприятия, которые по кори проводятся, они очень значительные. И они требуют очень больших трудозатрат. Если человек заболел в многоквартирном доме, то проводится определение привитой-непривитой по всему дому. 100 квартир, 200 или 700 квартир. Разницы нет. Потому что эта инфекция передается капельным, воздушно-капельным путем. И она очень контагиозна. Достаточно человеку заглянуть больному в комнату, дверь открыть, заглянуть и выйти, вдохнул туда. И если там есть люди, которые не болели, они практически могут заболеть. А если в лифте кто-то чихнет? И в лифте то же самое. Понимаете, это очень контагиозно. А у нас получается, что приличный процент людей непривитых. Значит, проведение, значит, за постановлением главного государственного санитарного врача с апреля месяца проводится работа по проведению прививок людей, которые непривиты. Причем это касается как населения нашего коренного, так и мигрантов. Ну, можно сказать, что вот на настоящий момент это, значит, так называемая почищающая иммунизация. И по Щелковскому району у нас привито 666 человек к настоящему моменту. 247 детей, 202 взрослых, 217 трудовых мигрантов. Потому что надо защищаться. Спасибо, Марина Леонидовна. Спасибо огромное. Будем прививаться, будем защищаться, предохраняться и читать внимательные этикетки. И будем надеяться, что уже в самое ближайшее время и официально нам купаться тоже разрешат. Мы тоже надеемся, да. Спасибо за ответы на вопросы и спасибо, что нашли время прийти к нам в студию в такой жаркий день. Ну, в студии не жарко. Спасибо. Спасибо еще раз. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня была начальник Щелковского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач городского округа Щелкова Марина Голованева. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»!